Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя увидеть и услышать новые репортажи, новые интервью на нашем канале. Сегодня я в Омске, три часа самолетом от Москвы, и я в гостях у моего друга, удивительного, интересного человека, Иван Лучанкин. Иван, приветствую тебя! Приветствую, дорогой брат и друг, я очень рад нашему знакомству и встрече, и времяпровождение вместе очень приятное. Расскажи немного о себе, вообще как ты стал верующим человеком? У тебя непростая судьба. Да. Вот давай начнем момент твоего покаяния, прощения, и немножко заглянем назад, что было до этого. Я как бы считаю себя человеком, так сказать, заставшим эпоху так называемых 90-х. То есть и время такое было в самой стране, оно необыкновенное. И я закончил школу, отучился, моя родная бабушка была директором школы, там, где я учился, с заучем, моей учительницей по русскому литературе. Но это, на мой взгляд, меня как бы, дало у меня послабление для того, чтобы я где-то позволял себе прогуливать, там, уроки, где-то вообще, как бы сказать, ну... И бабушке доводилось за меня краснеть, вот. Вот так рос я, воспитывался, как родители пытались направить максимально меня, выбрать для меня какую-то профессию. После школы направили меня, отучился, я закончил местный Омский колледж предпринимательства и права на специальность технолог общественного питания. Отучился и в процессе роста, развития, как бы, ну, так или иначе мы сталкиваемся с компаниями, которые нас привлекают. В то время, я еще раз напомню, были завершения 90-х, я искал компанию, которая соответствовала этому времени. Какие-то спортсмены, какие-то бандиты, так сказать, элементы такие, а в то время из спортсменов много уходили в бандиты или, наоборот, в спорт профессиональный. Кто на что гораст. То есть, ну, как-то я так воспитывался в среде больше так улицы, хулиганил. На работу было сложно, да и не хотелось. Хотелось какой-то такой вот, такой романтики уличной. Ну, и опять же время оно вносило свои коррективы. То есть, вот, подвергался разного рода зависимостям, уходил в эти зависимости. То есть, из одной крайности в другую пускался. Но, вы знаете, я такой человек, как бы, мне недавно задавали вопрос, что я такой вот, ну, можно сказать, человек из-за правды. То есть, меня недавно спросили, когда ты таким стал? Ну, я, не раздумывая, дал ответ, что тогда, когда родился. Вот, как рос, я так и искал правды. Если меня воспитывала улица, то на улице я тоже пытался достичь своего рода правды. Чтобы все было по правде, по-честному, по справедливости. Чтобы меньше было предательства, лжелицемерия. Ну, как бы, ища этого, вот, опять же, в моей жизни были своего рода различные зависимости. Вот, относительно зависимости и относительно окружения, в котором я воспитывался, ну, жизнь диктовала свои условия. Ну, были моменты тогда, когда меня лишали свободы по причине, опять же, своей распущенности. И там я тоже искал какой-то некой справедливости. Там, в местах лишения свободы, я встречал очень много порядочных людей и достаточно серьезных людей, которые также внесли свой вклад в мою, так сказать, жизнь, в мое воспитание. Там тоже искал справедливости, хотя сам зачастую поступал несправедливо, но когда поступал несправедливо, я понимал, что за это мне придется отвечать. Я был готов всегда отвечать, если я что-то шел вопреки и не по правде. Я понимал, что, ну, с меня, можно так сказать, спросить за это. И я смело давал отчет. Он был разного характера. Вот так как-то жизнь моя формировалась, как сказать... Скажи, Дил, ты серьезно первый раз познакомился с следующими? Что тебя подтолкнуло? Там где-то или здесь уже? Нет, уже здесь. Потому что люди молодые, мы росли, мы формировались. И, ну, даже, даже девочки, девушки, они любят хулиганов, но стараются, предпочитают потом выйти замуж за человека уже не хулигана, образованного, и тот, кто умеет зарабатывать деньги. Наша такая романтика, она иссякала, себя изживала. И люди, так сказать, моего круга общения, моего окружения, они понимали, что с опасным образом жизни надо прекращать, надо завязывать. И в то время это были начало нулевых, 2000-е годы, 90-е годы ушли, так сказать. И с поля зрения мы перешагнули в другую эпоху. И очень много моих друзей уверовало, так сказать. Уходили в церковь, я не очень понимал, куда они уходят и что там их влечет. Но все, что, как бы сказать, мы не понимаем, нам надо разобраться. Такой человеческий и пытливый ум. Вот я такой и есть человек, мне надо было разобраться. Верующие часто меня встречали, как бы сказать, когда я был в состоянии размышлять или встречаться. Ну и говорили такие слова, что мы за тебя молимся, Иван, мы тебя любим, тебя любит Бог. Но система мира, она диктовала свои условия. И чем сильнее в Библии написано, что при изобилии греха, более изобилует благодать. Я раньше не очень этого понимал, но когда сейчас я разобрался в этом вопросе, сейчас я понимаю, что добра все-таки больше. И как бы мы не видели, сколько вокруг нас мерзости и нечистоты, то любой человек стремится к добру. Я тоже в один момент задумался, встречая верующих, они меня всегда обнимали, меня никто не обнимал. Даже дома, даже мама, бабушка директор школы. Бабушка обнимала, а мама начала, как бы сказать, чем больше я тебя люблю, тем ты становишься, допускаешь себе еще больше халатности в свою жизнь. Ну не то, что она меня не любила или не обнимала, конечно, это мама есть мама. Но вот именно со стороны людей и те, которые были из бывших, так сказать, кто-то был преступник, кто-то был наркоман, кто-то... Меня влекло, что они меня любят, что они меня охотно принимают, они не смотрят, как говорится, по одежке, меня не встречают, не смотрят, что у меня там в кармане бренчит или нет, просто принимают меня таким, какой я есть. Ну то есть, и мне это очень впечатляло, меня этот момент. Никогда я, даже где бы меня жизнь, так сказать, не таскала, всегда эти моменты добрые, они приходили на память больше, чем зло. Ну вот о впечатлении, что все-таки подтолкнуло к этому самому первому шагу, стать перед Богом, покаяться? Ну... Как это случилось? Должна быть историка, знаете? Да. Это случилось в 2008 году. И на мой взгляд, лично на мой взгляд, вот есть такое выражение, как бы, я извиняюсь глубоко, подонок. А по сути, оно не такое уж страшное, это человек, который опустился на дно. То есть, человек, который пошел по дну. Ну, те как-то плавают, а я уже пошел по дну. Вот я стал испытывать чувства по отношению к себе в результате зависимости, которые мной так или иначе обладали. В результате окружения, которое подобное к подобному находились люди, преступные элементы. И я стал, как бы сказать, сам себе выносить переговоры. То есть, если раньше меня мог осудить суд, то настало время, когда я сам себе, наверное, стал говорить, что я какой-то подонок. Потому что я выбиваюсь из этого общества. Я неприятен, может быть, кому-то. И вот мне даже мама сказала такие слова. Они очень меня впечатлили. До сегодняшнего дня я их помню. Мы не ссорились, мы сели. Она попросила, давай с тобой поговорим. Мы сели с ней у нее дома. И она говорит, слушай, Иван, я тебя очень люблю. И это было крайне искренне. Это мама. Она говорит, я тебя очень люблю. Но быть с тобой на одной территории я не могу. По одной простой причине. Ты становишься неконтролируемым человеком. Ты становишься своего рода опасным для суциума, для меня. И у меня есть еще младший брат. Я тебя прошу. Она намекала мне на то, что давай как-то разойдемся. Потому что я хочу жить спокойно. Я хочу, чтобы я просыпалась и начинала день с каких-то радостных моментов. Я тогда маму услышал. Не обиделся для чего? Нет, не обиделся. До этого были моменты, когда я обижался. Но и то, наверное, по своей собственной гордыне, что «ах, ты меня не любишь». И делал выводы сугубо сам. Но тут был разговор конструктивный. И я все понял. Я говорю, я мам тебя услышал. Я вышел. Я знал, куда мне пойти. Меня ждут люди. Я понял. Я такое чувство испытал, что нормальным людям, и в том числе моей маме, я становлюсь неудобен, что ли, не нужен. И тогда там я точно пригожусь. Тогда там меня ждут. Я пошел к тем людям. Какое-то время, оно недолгое было, проводили как-то вместе время. Были взлеты, были падения, были предательства. Были моменты, когда... Ну а я, человек, не могу терпеть предательство. Это мое такое воспитание, моя сущность. Не буду об этом сейчас говорить долго. Мы и там, у нас было четыре друга. Мы поднимали эти вопросы. Как мы можем жить, не доверяя друг другу. Как мы можем делать общие дела, когда мы за спиной делаем обратные вещи. И вот тогда мои чувства, ну как сказать, моей нереализации по жизни, они совсем себя истощили. Я решил пойти к маме. Я пришел к маме. Почему к маме? Потому что мама всегда давала правдивый взгляд на меня. А с отцом они разошлись. Где-то видел, но у него уже была другая семья, в отличие от мамы. Мама была с нами, она была человек одинокий, до сих пор она одна. У нее так мужчины больше не было. И мама есть мама. То есть мама, она тебя знает как никто. Если папа там где-то занимается заработками, где-то что-то, то мама, она есть мама. Я пришел к ней, я на тот момент, она меня оставила. Я остался там переночевать у нее. И утром встал рано. И мне нужно было выезжать. Мне нужно было где-то находить деньги для своего существования, для себя реализации. Да просто, чтобы у меня было что поесть и так дальше. Я вышел с подъезда. Мы жили на первом этаже. Я вышел с подъезда. И такое состояние было жуткой, жуткой депрессией вообще. Я даже, я выходя, я даже не знал, куда я иду. И я так вышел с подъезда, посмотрел направо, посмотрел налево. Ничего не меняется с годами. С правой стороны алкоголики, с левой стороны другая диаспора. Все те куда-то зовут, все те рады. И я вот не помню, сказал ли я это в голос, или закричал, или это был крик души, как говорится, внутри меня. Я сказал такие слова. Я говорю, Бог, ну ты же есть. Я знаю, что ты есть. Я верю, что ты есть. И в этот момент моя жизнь, она пронеслась, знаешь, как книжку вот так быстро пролистать. У меня жизнь за минуту пролистлась перед глазами в этот момент. И я тогда сказал, я назвал Бога отцом. Я сказал, отец, я не хочу жить. Ну, я не вижу, как бы, смысла своего существования, пребывания. И мне на тот момент стало страшно. Вы понимаете, о чем я говорю? Но мне стало не по себе. Я не знаю, откуда возникло это чувство. Я развернулся, постучал в дверь к маме. Мама открыла дверь, напугалась. Ну, мама меня провожала всегда, как на фронт, как в последний раз. И тут я вернулся. Она сказала, что случилось? Я говорю, ты знаешь, мама, у меня, я такое чувство испытал, что что-то должно произойти. Она поставила табуретку мне, я не разумаясь, сел на табуретку. И она быстрее побежала искать телефон. Я спросил у нее, кому ты собралась звонить? Она сказала, верующим. Вот, Альберт, вот в этот самый момент в моей жизни что-то, ну, как бы сказать, произошло уже. Сейчас я проживаю и тоже где-то не понимаю, но хочу войти в искренность. Хочу увидеть искренность. Хочу... Все надо делать искренне. Аминь. Да. Ты рассказывал, что вот в Омске здесь много церквей разных. И ты прошел тут разную, вторую, сейчас ты пастор своей церкви. Когда Бог тебя призвал. И ты говорил, что очень много пасторей, которые сегодня пастори, это те, кто были с тобой. Такие же зависимые ребята. Да, да. То есть в одном поле ягода. Да. Ну, ведь что-то вас разнит. Ты один такой нашелся, вот, тот, кто ищет, размышляет, борется за людей, за истину. За правду, за истину. Иисус говорит, я есть мыстина. Я есть путь истины и жизни. Я понял, что с Иисусом я не заблужусь. Потому что Он есть путь. И я, если я терял смысл жить, то я понял, что Иисус жизнь. И если я начинал, общавшись с человеком, чувствовать неправду, то я понимал, что Иисус есть правда, истина. То есть, чем больше я разбирался, каждый человек он разбирается. Просто это надо кому-то активировать. Да, тогда, когда я уверовал, все люди, которые окружали меня, кто-то уже становился пастором, нам передавали вероучение, так сказать. Но, чем больше я находился, так сказать, в каком-то учении, я понимал масштабы разных учений. Я понимал, что много религий, я понимал, что много течений в этом христианском сообществе и направлении. Но меня всегда интересовала истина, то есть, которой является сам Христос. Ни в чем не разочаровался. 14 лет ты верующий. Нашел жену, дети родились. Да, я ни в чем не разочаровался. Я тебе уже говорил, Альберт, я был на определенном этапе, находился таком, когда я, получая удар от людей, будучи верующим, там много ударов и потрясений. То тут, казалось бы, мы родные люди, и тут удар, он больнее, потому что от родных получить удар по щечину больнее, чем когда ты где-то в куражах и ты думаешь, что будет. То тут есть расчет определенный, есть... Я научился разделять эти чувства. Я понимал, что с Богом у меня все в порядке. Благодаря Христу мой Бог, Он мне является сегодня Отцом. И у меня с Ним все в порядке. То с людьми у меня может быть по-разному. Меня и тогда, когда я стал верующим, меня обманули больше, чем я был неверующим. Обманули где-то на деньги. Я стал доверять людям, я давал деньги, как нас учили, не ожидая отдачи. Хотя человек говорил, я тебе все верну. Меня много раз обманывали, и я... Ладно, с меня не убудет, я еще придет. Отец, ты заботишься обо мне. Ни в чем я не разочаровываюсь. Я не могу... Разочарование ловил Альберт, брат, относительно людей. Но что касается Бога, тут четкое направление должно быть у верующего человека. Тогда у тебя будет и взгляд на людей другим. Даже если тебя предадут. Вся религиозная система, она все-таки учит... Вот сколько я замечал, с тобой разговаривали тоже. Понял, что ты это тоже увидел. Что религии учат нас смотреть на людей, на неверующих людей. Она так его называет. Да, халдеи, неверующие, язычники. С таким принадлежением. Вроде все любви говорим, вроде их спасать надо. И все равно это каким-то образом вкладывается. Вкладывается в членов церкви, которые... Посещаем мы и... Вкладывается что именно? А вот такой взгляд на людей. А, на людей. Да. Что, что, второсортности? Я не знаю, нет. Ну вот, я, например, видел, что мир не такой плохой. Что много очень интересных людей. Много искренних людей. Много честных людей. Намного больше, чем церковь и павла. Ну, я не разочаруюсь ни в церкви, ни в людях этого мира. Очень важно не разочароваться. Ты как смотришь на людей сегодня? Потому что, вот я в пример приведу систему исполнения и наказания. Там, где я был, мы назовем ее системой. То есть, там, где я был, меня эта система научила отвечать за свои слова. То есть, я потом этот контекст увидел в Писании. Будут пусть твои слова да, либо нет. Остальное не очень, да. Я так говорю вещи своими словами. То я так рад был, когда я увидел это в Священном Писании, да, как мы говорим. То я знал ту систему. Я научился в ней жить. Я научился разбираться в людях. Там так бытует такое выражение. Каждый найдет своих. То есть, я каждый действительно нашел. Я нашел окружение, которое я считал порядочным. И люди, отвечающие за слова. Да, все мы, что называется, на тот момент были не без греха. Но мы отвечали за свои слова. Или за свои неправильные поступки. Когда я... Я к чему это говорю? Тогда, когда я уверовал, и Христом, я не знаю, понимаешь ты меня, поймешь, что Христом вошел в церковь, то есть принял-то меня Христос, Христом я вошел в Отца, и стало все в порядке. Я вошел в среду церкви. Среда, где люди, которые меня обнимали, которые меня встречали. Но мой взгляд, он меня воспитывал так, что все равно мы видим, чувствуем людей. И это чувство, оно никуда не делось. Я уверен, что это чувство есть у каждого человека. Просто системы, они не дают этим чувствам развиться. Вчера мы с тобой говорили, ты имеешь такое, как сказать, понимание развивать в людях, которые тебя окружают, там, где ты пастор, их дары. Аминь. Вот у каждого человека от рождения все заложено Богом. И дары, и таланты. Просто их надо тебе, мне, как пастору, увидеть, развить максимально. Чтобы человек, не только ты, а человек, который при этих дарах и талантах, он реализовался и почувствовал сам удовлетворение. И он будет счастлив по жизни, будет чувствовать свою в нем потребность других людей. То вот я заметил в церкви следующую систему. То есть систему, которая со своими правилами, она разнится, к примеру, даже с видением Христа самого. Я не отклоняюсь от самого Христа, понимая Христа. Потому что Христос говорит, Отец, я открыл им имя Твое. Я открыл им имя Твое. И Христос нам показал, какой есть Отец на самом деле. И если не отклоняться от этого, то системы, которые лишают человека размышления, и право на свое мнение, на свой голос, я не знаю, они решают тебя этого права. Решают, там тоже выстраивается своя иерархия, свои положенцы, я извиняюсь, свои смотрящие. Я вот так, мне легко интерпретировать, потому что я был в другой системе. То есть тюремный мир, так сказать, стал правообразным религиозным современного мира, сегодняшнего? И экклесиаст, да, по-моему, говорит, что нет под небом ничего нового. И я наложил одну систему на другую, и в принципе они слились. То есть я, как таковой, я пытался что-то, ну не знаю, сказать свое мнение на какой-то счет. Вот, то мне говорили, ты кто-то такой, ну то есть все уже поставлено, система работает. И ты знаешь, дорогой брат, и со временем чувства, то первое чувство, когда меня встречали, обнимали, и мы были рады, они стали куда-то исчезать, и я увидел, что, грубо говоря, как мы вчера с тобой беседовали замечательно, ты говоришь, Евангелие, оно у нас дома. И вот я просто стал обращать внимание, что в церкви мы одни, а дома другое Евангелие. Я, Иисус говорит, царство, если там два хозяина, оно так или иначе разделится. Я стал испытывать такое же чувство, меня начало, как говорится, я начал терзать себя изнутри. Ты просто видел все в братьях? Тех же, кто был с тобой однажды, так сказать? Я братьев не перестаю любить, у меня нет такого понимания бывший брат, бывший друг, но меня... Но для кого-то ты стал бывшим. Это да. Вот посмотри, знаю твою историю, знаю твою ситуацию, тебя забанили, мягко говоря, сейчас. Да, да. То есть наши системы... Сняли с пробега. Да, сняли с пробега, как ты говоришь. Религиозная система работает по одному, так сказать, графику. По одному. Чуть что, ты выходишь из контроля, и тебя стараются сразу оградить, за твоей спиной начинают ходить разговоры, слухи. С ним общаетесь, с ним не разговариваете. Как многих друзей ты потерял? Даже раньше, вот я такой пример приведу, когда я уверовал, меня позвали на общение друзья. Это, с которыми мы прожили большой, прошли большой этап жизни, очень тяжелый. И они меня позвали, и был такой поминальный день, они разливали алкоголь по рюмкам, и сказали, Иван, давай подойди, пожалуйста, поминем тех, кого уже мы рядом с собой не видим. Я сказал, что вы же знаете, что я не выпиваю. Я никогда этого и не любил, в принципе, у меня проблемы со здоровьем в результате этого были. На что кто-то сказал, ты предатель, то есть ты предатель. Мне было времени разбираться, я уехал, но потом договорился о встрече, говорю, давайте разберемся, потому что слово такое весомое, предатель, и давайте дадим ответ. Я приехал, вот тогда меня оставило, есть такое выражение, бытует, ты сейчас поймешь, к чему я это говорю, бывший друг или бывший брат. Вообще бывший брат, это нелогично, это неразумно. У меня есть родной брат, и какой бы он ни был, он всегда, даже если нас разлучит что-то по жизни, то на уровне крови, на уровне ДНК, это всегда мой брат, я не могу ничего поделать с этим. Тут тоже мы поговорили, они сказали, ты предал веру православную. Я говорю, друзья, ребята, у нас с вами один Бог, один отец. Мы решили с этим вопрос. Кто-то из них поднялся, сказал, ты предал нас, ты ушел к другим людям. Я тоже прокомментировал и сказал, что я всегда буду ваш друг. И если вам нужна моя помощь, вы знаете, контакты оставил, знаете, где я живу. Если есть ко мне вопросы, у меня такого чувства нет. То вот, Альберт, ты говоришь, что уже будучи верующим, почитали тебя, это тоже сейчас в моей голове не укладывается. Мне тоже не очень комфортно, когда я для кого-то бывший брат. Но никто не идет поговорить даже на эту тему. Если те люди призвали меня на диалог, и он был решен, и мы друзья, то эти братья... То есть в религиозной среде, верующей среде такого нет вообще? Не хотят разговаривать? Не хотят разговаривать, или если и хотят, то у них шаблоны беседы. То есть, если ты с нами в этих вопросах будешь не согласен, то нам придется... Дверь вон там. Дверь вон там. Нам придется попрощаться. И мне было крайне плохо от этого понимания. Не от братьев. Я понимал, что это очередная система. Но это же система, где пастырь, где епископа. И все вот живут этой системой сегодня. Посмотри. Но она крайне опасная. Она опаснее, чем система исполнения и наказания. Церковная система. Церковная система. Я, может быть, говорю сейчас страшные вещи, но это... Я еще раз говорю. Я считаю себя человеком разумным. Я непрестанно размышляю. Я разговариваю с разными людьми. Благословенное время, когда приехал брат дорогой. Если я со своим епископом не мог найти встречи, я просил трижды встретиться со мной. Один на один. Пообщаться. По-братски. По-дружески. То в этой встрече не состоялось. То я признателен тебе. Мы с тобой не были никогда знакомы. Нас по жизни, кроме Бога Отца, ничего не связывало. И у нас сейчас складываются с тобой дружеские отношения. Понимаешь, в системе религии я увидел такой нюанс. То есть мы общаемся только до той поры... Можно об этом поразмышлять и разобраться как-то в другом эфире. До той поры мы дружим, мы мило проводим время, общаемся, ездим, ужинаем, обедаем, встречаемся, какие-то развлечения. До той поры, когда ты, к примеру, говоришь в мой адрес, а я, Иван, учу так. Вот коннект начинает притупляться. Пока есть человеческие отношения, дружба, понимание, то в этот момент... Ну я с этим вопросом разбираюсь. Потому что ситуация, она меня вынудила в этом разобраться. И я верю, что не просто в этот этап жизни мы с тобой познакомились и встретились. И я думаю, что люди смотрят, которые нас аудитория, они тоже присоединятся к этому вопросу. Ведь даже, я не знаю, ведь даже спортивные ассоциации, они ищут какой-то коннект. Религии этого мира ищут какой-то коннект. То братство родное тебя готово показать на дверь и сказать, ты нам больше не брат. И запретить другим с тобой встречаться. Они запускают прогон за тебя. Ты не рукопожатный. Не рукопожатный. Я не очень понимаю этого выражения. Руки не подадут. Не подадут руки. Рукопожатие это, кстати, тоже очень... Слушай, ну вот это страшная вещь. Ты рассказывал мне, что недавно один из твоих друзей, пастор, просто покончил жизнь самоубийством здесь. Повесился, пошел. Он не выдержал вот этого давления, вот этого, ну не знаю, трэша современной молодежи, так говорит, вот этого ужаса. Его просто начали дискредитировать, его начали выталкивать ото все. И что это? Почему он сдался? Не то, чтобы выдавливать, он, ты пойми, этот человек, он был очень крайне привержен к справедливости. Он прошел тоже лагеря в своей жизни. Он был на разных режимах, на режиме особом. Это во многом говорит, то есть там ты себя уже, как бы сказать, твою позицию станут понимать все. Вот смотри, я слушаю тебя, я понимаю, что ту позицию лагеря, страшных лагерей, в которых он был, разные режимы уже, он поднимался по этой альтернативной ладной мере, он смог пережить и выдержать. А когда оказался в церкви, там, где любовь, там, где Христос, он не выдержал этого давления от братьев, просто... Ну, так я же говорю, от близких больнее всего. И смотри, такой момент... Ну, какие они тогда близкие, если вот довести до такого человека состояние? Ну, понимаешь, если смотреть на эту ситуацию, так как-то выразиться, если глазами Бога, то тебе будет попроще. Да, и до Голгофа никто не дошел, я понимаю это. Тут они все были с тобой заодно, а там пришла только, опять же, мама. То тут примерно такой же момент. Я не говорю, что его выдавливали, он начал выдавливать сам себя, потому что он увидел не со стыковки. Он увидел, если там... Он с ними разбирался на раз-два. В зоне? Да. Люди встречались, все на одной площадке, на одной территории, никто никуда через пять запретных не выскочил. То здесь, в церкви. Попытался встречаться, разговаривать. Улыбаются мило. Улыбаются мило, но за спиной говорят, что ты какой-то... Он какой-то не такой. Он... Ему надо думать так, как мы. Понимаешь? Я все понимаю. Я много езжу по стране, я вижу, что... Вот эта система везде действует. Вот лицемерные улыбки тебе в лицо, а за спину... Один из авторов сказал, что религия – это опиум для народа. Я знаю, что такое опиум, и мне все чаще стало напоминать церковь, это вот общество. Я глубоко извиняюсь. Общество, которое находится на богослужении, оно как под опиумом. И просто есть вожги, есть положенцы, и людям остается... Их же так же и переспросит, проповедник скажет со знаком вопроса «Аминь!» И все общество скажет «Аминь, Аминь!» трижды повторяя. И все, и пошли дальше по домам. Я стал замечать такие вещи, что люди стали подходить ко мне. И я был у разных рода, пробовал на себе разного формата рода учения, вместе с пастором там, где я находился. Все мы перепробовали. Мне всегда, лично мне, мне всегда хотелось, если я живу, то каждый человек, который окружает меня, он достоин, ну так сказать, счастливой жизни. Потому что если еще и во Христе быть несчастным, то как говорит нам Христос, если у вас тьма, то какова тьма-то вообще? Ну вот такая вот тьма. Но если я вот я... Он же анализирует, он же видит, что происходит, и говорит, то какова тьма-то вообще? Вот тут со мной произошло то же самое. Я понял, что происходит. И вот с этим человеком он увидел, что несостыковки, непонятности, но никто не идет на такой коннект. Я пытался ему помочь. Вот те, кто нас знают, мы с ним друзья. И меня жена просила, будь с ним рядом, будь с ним рядом. Я человек очень люблю шутить, человек позитивный. Я проводил с ним максимально времени, но человек сам себя... Он знал, что такое изоляторы. А изолятор, по сути, это что такое? Изолятор это одиночная камера, где человек в 90% вынесет приговор сам себе там. Изолятор делается для того, чтобы ты там... У тебя крыша поехала. Ты сам с собой разобрался со своими преступлениями, со своими наказаниями. И там много людей кончают жизнь самоубийством. Тут вот две системы, опять же. Тут он тоже, он сперва возненавидел общество, общество верующих людей, потому что... В виде их несовершенствия? Проблемы, грехи, трудности. Проблемы, грехи, трудности. Сегодня мы говорим одно, завтра мы говорим другое. Он запутался, как говорится, такой термин есть, путается в показаниях человек. Он запутался в показаниях. Ему говорят на черное, это белое, на белое говорят черное. И он у меня часто задавал вопросы, Иван, ты здесь столько лет, и ты... Неужели и ты такой? Он мне говорил, ты мой друг, и ты такой же. Я вообще не знал тогда, что делать. Я не понимал, я не видел выхода. А ты такой же был? Или другой? Нет, я был другой. Я опять же вернусь к ответу, когда у меня спросили, когда ты был за правдой. Мне и сейчас задают вопрос, даже относительно этого брата. Ты был всегда с ним рядом, почему ты ему не помог? Иногда я испытывал чувство вины, действительно, почему я ему не помог? Но система, она диктует свои условия, понимаешь? И это такое, я не знаю, если можно так выразиться, эффект толпы. Опять же, свои кардиналы, свои положенцы, и ты никуда не попрешь, ты как бы, ты может быть, где-то более близкому человеку, пастору скажешь, что слушай, что происходит? То он скажет, ты не надо туда дальше не лезь. И ты как-то ограничиваешь, помалкиваешь, ограничиваешь сам себя. И брату этому я тоже максимально пытался помочь. Пытался как-то устроить нам отдых, куда-то полететь или поехать, или на море, провести время вместе, с надеждой, что тебя отпустят. И ему становилось с утра хорошо, к вечеру ему становилось плохо. И однажды он вынес, он возненавидел сам себя. Я так говорю, это конечное, это конечное. Что произошло с Иудой, по сути? Он, да, он там, лоришка, ну, эти моменты мы не будем вникать, но, однако, встал на тропу предательства. Ну, когда он говорит, я предал невинную кровь, и понес обратно деньги, говорит, заберите деньги, система, она сказала ему, это твое дело вообще, ты сам это сделал. Слушай, ну, сегодня же немного даже находится среди пастерей наших, братьев, которые готовы пойти в эту систему, то же самое сказать, ребят, уже устали от пложи, и от всего остального. Проповедом исцеления никто не исцеляется, проповедом преуспевания преуспевают только некоторые. Тут две стороны медали, понятно, что мы не можем разбить настоящую живую веру в людей и доверие Богу во всем. но все больше и больше мы скатываемся или уже скатились на дно этой системы. Но я... Учат пастерей, отдать, обманывают, тебя сколько раз кидали, ты сам раз кидал. И на деньги, те же пастеря, и на слово, и на все остальное. И ты не единственный, и я не единственный. Мы видим, этого много везде. Разочаровываются, никто не хочет идти в служение. Дети наши вообще не видят и не хотят той доли, которую мы вот сегодня понесли на себе. Ну да. Но мой сегодня, мой сегодня такой посыл, я еще раз говорю, я просто стал размышлять. Меня стали окружать люди, которые стали размышлять. Понимаешь, нас лишили права размышлять, права голоса, права голосования. Право думать. Думать. Думать и говорить. Но ведь сам Иисус, он находил коннект с людьми посредством притч, заставляя их думать. Я сегодня вышел на интернет-площадку, на канал Ютуб. Мой посыл для того, чтобы мы думали. Я не претендую там на какие-то лавры истины, я как-то говорил в передачах, но может быть это эмоционально, эмоционально, потому что, опять же, меня многое не устраивает, и я глубоко извиняюсь. Но, да, нас учили, покрывай всю любовь, такие слова вроде как красивые, люби брата, ах, ты ненавидишь брата. Я говорю, да почему ненавижу? Я говорю, я говорю про то, что происходит. Причем здесь, но игра слов, игра, жонглеры, писания. У меня даже со мной встречались и говорили, мы будем разговаривать с тобой только по писаниям. Братья-манипуляторы старшие. Братья-манипуляторы. И я ехал и понимал, что до нас 2000 и до встречались по писанию. И мы тут сейчас Америку не откроем. Дело-то не в этом. Дело-то вообще не в этом. Последний вопрос вам оставлю сейчас здесь. А каким ты пастором хочешь быть? Какой церкви? Пастором церкви думающей, размышляющей и не боящейся, не смелой, решительной, чтобы меня окружали такие же люди. Люди решительные, просто у нас это отняли. Мы люди, думающие, просто нас этого лишили. Мы люди, размышляющие, просто за нас стали размышлять. У меня аж слезы. Вот такой я вижу рядом с собой людей. Церковь, ведь это люди. Это не храмы, которые мы себе построили или за которые мы сегодня боремся. Когда-то Христом храмовая система прекратила свое существование. Мы сегодня опять хотим... Я не говорю, что они не нужны. Есть, и хорошо. Я провожу богослужения, арендуя помещение. И я рад, потому что я никому тут ничего не должен. Я... Никто меня не шантажирует, куда уходят деньги. У нас понимание между нами дружеское. Я никого не поставляю на служение, но служителя сами выявляются относительно своих даров и талантов. Одна сестра говорит, я пойду займусь детками. И пошла и занялась. Другой человек я буду вести передачу. Он очень юн, но он очень опытен. Это наше наследие. это наши дети. Вот про что говоришь ты. Я хочу, чтобы люди, каждый человек, он был полон того понимания, что он очень уникален. Он личность, он не лишенное права, он не раб, он не слуга, не служитель даже, а он дитя самого Бога. Ну, пока дети растут, мы видим, что они ничем не отличаются от раба, но потом он входит в свое наследие. Вот как-то так я попытался тебе объяснить им церковь и людей, каких я вижу рядом с собой. Это моя такая мечта, мое желание, и оно воспроизводится вокруг меня. Даже вот эти встречи, эти общения, и я уверен, что через это мы вместе получим определенную радость, благодать от того, что мы делаем. Спасибо. Как Библия говорит, святые возмутители добрались уже и до Омска. Они везде есть, в каждом городе есть те, кто жаждет истины, правды, кто устал уже от системной этой жизни, от диктата епископов, этих главных, начальствующих и прочих. Друзья, давайте объединяться, давайте находить друг друга. Сегодня удивительное время, которое Бог дает нам с вами. С вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Вгляд с небесный», прямо из Омска, и пастор Иван Мачанкин, спасибо большое, дорогой. Благослови Господь. Субтитры создавал DimaTorzok